настроение рвать крушить ломать и делать мы в компьютерной мастерской хитиси сегодня какое число виталик 22 23 июля 2021 года и мы начнем с вами с наслаждения распаковкой красоты очень быстро стоп 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 это что у нас такое здесь приехала друзья это здесь приехала одна невероятно красивая комплектуха для такой же невероятно красивой сборки давайте мы коробками с вами насладимся ну-ка нежно-нежно аккуратно разрывая вы знаете что кстати друзья лидерами по продаже наикрутых ноутбуков являются мс они друзья поэтому часто то спрашивает такой ноутбук игровой купить приходится приходится врача да это твоя любимая фирма получается ники тос так вот друзья у нас здесь сейчас распаковка немножко по мусорим невероятно крутого железа ну-ка z590 гейминг edge вай-фай можно одним глазком взглянуть можно или нет его мои магазин больше пакетов ходить огонь вот еще один любителем и сайт зашел сашка здесь корпусом и сайма темы стоит z590 давай дальше иди дальше сюда женька слушая опять пакет порвал никита обходил с двумя пакетами в магазин умысо юбилей мы поздравляем мс с любым юбилеем который у них происходит и очень ценим то что тут у нас посмотри да извини я уже его порезал до того друзья мс а 750 гр 750 ватт честное слово не частые гости в наш компьютерный мастерскоп потому что мы в подвальчике а эти блоки всегда наверху соответственно мы как-то не пересекаемся тем не менее головский сертификат идеально подойдет к этой оба обалденные сборочки давай тут посмотрим что же тут что же тут что же то друзья опять порвал никита портфель ой пакет там где и слова liquid означает что что-то жидкое да а что жидкое и где жидкая водяной системе охлаждения друзья любите монитор чеки на водянке у нас последнее время это прям тренд вот такой вот core liquid к 240 это означает то что rgb по полной катушки да еще и с дракошей соответственно это все сюда идет вот так то вот с такого с такой красивой эстетики начинается сегодняшнее видео друзья это означает что скоро вы видите ну чуть ли не полностью полноценную мсай сборку корпус мать блок водянка но осталось только найти еще парочку мсай запчастей и сборка у нас будет огонь но мы переходим к делу сегодня у нас с вами в быстром полете две небольших истории во первых у нас история уже на рабочем столе стоит но пока еще глубоко в нее не погрузились и возможно даже кстати заставочка сегодняшнего видео именно с ней связано давайте я включу и расскажу это друзья аниме пока слово аниме сейчас у огромного огромного пласта поколений вызывает какие-то бурления внутри я к сожалению это не застал тем не менее любители ценителей этих историй этой философии огромное количество но я подозреваю что действительно в этом есть какой-то глубокий подсмысл если людям нравится нельзя это обходить стороной и в прямом смысле слова видно то что этот системник действительно любители и ценители аниме здесь я вижу наруто даже я знаю кто это такой и ваня по прическе вот и даже стиль самого компьютера посмотри даже это я так понимаю декулинг наверное у нас до охлад и посмотри какое все в каком-то таком оля красивый японском стиле красная подсветочка у нас geforce artx 2060 стрикс одно из самых крутых исполнений у нас материнская плата крутая оперативная память в общем все целиком вот такое нему к и даже посмотри а что он делает этот обито чем он хороший залив за любовь борется а мы сегодня будем бороться за жизнь этого аппарата и он включается собственно 4 часа 0 1 минута 2 часа до конца рабочего дня давай посмотрим собственно говоря чем он что он нам сегодня подарит клавиатура не набирает необходимо все набирает пароль и суть какая а это кто такой да что ж такое то я понял суть в том то что этот пока по заявлению клиента хрипит тормозит и может даже вылетать в играх при том что человек поменял полностью материнскую плату и процессор и посмотри какая здесь комплект ухо стоит ну просто сумасшедшая здесь у нас стоит до супер tx у нас стоит 9 700 кей ну то есть шикарно у нас здесь ссд-шка 860 и вам 250 гигабайт терабайт ник я уже даже за кадром проверил состояние жестких дисков что премечка не терять жесткие диски состоянии отличном нареканий к их нету и человек говорит то что да действительно может что тормозить говорят то что это тормозит в по-моему фаллаути 76 когда включаешь рацию соответственно мы включаем с вами fallout 76 включаем рацию посмотрим что происходит с этим системиком и постараемся решить из заявлений то что уже система перебивалась то есть уже какие-то манипуляции делать и ничего не помогает то есть мы с звуком хрипим либо звук вообще попадать и вообще из игры вылетает получше не получится понять не имею но хотя бы посмотрим что за проблема его и поставить найти решение и параллельно он буквально в прямом смысле слова одним кадром друзьям давайте смотреть следующий заказ пока тут у нас я даже специально колонки что поставил чтобы слышать что происходит у нас заказ под номером 2183 этот корпус в свое время был самым крутым и лучшим то есть есть и есть знаете эталон эпохи так вот это эталон эпохи 2014 2015 года залман z11 по моему если я да и числовые название смотрел на его по его знаешь я могу определить название этого корпуса просто так вот ощутив его потому что это те корпуса это те корпуса на которых я начинал собирать компьютеры прям активно вернувшись с америки как раз 15 год это вот это в магазинах этот топчик вообще был с 11 там всякие девятые то есть это он даже сейчас смотрится достаточно приятно хотя прошло уже по факту шесть лет и конечно не супер актуальные корпуса потому по причине того что посмотри здесь ну такой наполовину акрильчик то есть не все это дело продувается и конечно же глубокое железо ты сейчас здесь не видишь тем не менее давай посмотрим что с этим аппаратом творится но для начала откроем крышечку перед дружище опа заглядывай заглядывай сюда их услышать но это я уже по железу вижу это и комп полностью той эпохи то есть нет не просто какой-то корпус всех времен а целиком вся сборка вся система по заявлению клиента у нас здесь какие-то полоски а вы все знаете что если принадут какие-то полоски тут не нужно быть гением экстрасенсом что понимать что скорее всего полосочки какие-то летают это что артефакты артефакты где летают в гпу и там артефакты летают да это у нас получается z87 плата 1150 и сотки у нас две планочки в канала есть гигов по 8 судя по всему у нас крутой вот такой вот snp с 10x кулерочек стоит 6 750 м и видюшка слушают тоже той же красоты 700 жизнь 760 gtx это мило так по причине того что на самом деле вы в курсе то что geforce прекращает поддержку 700 линейки так что по факту мы сейчас с вами смотрим бойца который шесть лет стоял на передовой и официально ему говорят мы тебя бросаем никто за тобой не вернется и ты сам себе отдан бою против да на самом деле она так и есть то есть официально дрова уже я так понимаю поддерживаться не будет на официалке даже geforce 760 и как бы и вся ли не даже представьте 780 и казалось бы говорит все ты говорит не тянешь хотя друзья это знаете что означает это означает то что это идеальный тайминг чтобы купить хорошую видеокарту за неплохие деньги потому что сейчас все начнут ну в теории от их от них избавляться тех кто хоть понимает что происходит соответственно цены не будут падать и действительно 700 серия geforce видеокарт по моему очень классно себя чувствует поэтому давайте друзья сразу подрубим этот комп если у нас артефакты мы увидим отвал 760 либо не отвал 760 это будет прям стоит посчитать до трех потому что это все проявляется очень быстро ладно стартуем давай пока там у нас полаут загружается ты щелкнул никитос до щелкни пожалуйста мы с тобой включимся в системку полетели давай z11 и 760 geforce покажи нам на что ты способен то слушай ну по крайней мере а ну нет ну нет быстро чем пролетел но фиолетовые моменты уже там были у нас просят дальше загрузиться по системе но я так скажу что там уже совсем плохо даже по моему в системе вводов и вывода там было совсем плохо давай bios сейчас еще раз стартанем и выйдем по систему bios и будет понятно давай что тут вот эта скорость доставки ничего себе это steel series все сервис но надо же офигенный крутая мышка это прям я ее полюбил ну давай ладно дружище на рабочий стол не успел выйти вот никита мне в руку запускает мышки от steel series выхода нет ну-ка женька как говорит да знаешь есть фотография вы есть есть фотография моде мурка вот он говорит ты как это отвал это это отвал друзья ну вот это самый прямой отвал вопрос конечно что с этим делать с этим делать все очень просто если мы сейчас убедимся что с другой видюха все нормально разберем от 760 формально поверьте они реагируют на прогрев то есть можно 760 сейчас прогреть и она даже возможно еще поработает это мы этим убедимся поэтому мы вот этим делом снимаем эту видюху пока у нас загружается fallout на том системники анимешника а за это не забанят интересно мы нормально да в этом есть что-то такое слушай потрясающе какие машины это тот какой у меня мог быть удивительно просто но пока радио работает слушай пока радио прекрасно работа ладно мы на фоне слушаем действительно ли зависает или нет потому что достаточно такая проблемка я люблю такие песни добрый добрый песни из добрые люди она слушаться ну пусть он где кто муравьи какие-то муравьеви да ну ладно слушай ну пока не вылетает хорошо ну мы можем посидеть а я тем временем вас друзья окну в историю представьте себе холодный холодный февраль 2013 вспомните что вы делали в это время меня по моему даже в россии не было я как раз улетел постигать другой континент вот и было было так хоть не было холодно вот на россии было и вышла geforce 760 видеокарта и она стала но она просто завоевала наверное больше чем 760 в линейке знаете таких вот вот те времена 14 15 16 года до сих пор они актуальны сих пор люди на них сидят то есть восемь лет прошло с момента ее выхода и до сих пор человек на ней сидел только вдумайтесь насколько грамотно все-таки исполнялись вещи когда мы говорим там про сборки на 10 лет вперед это и 660 вставить и сказать на на восемь лет вперед вот 8 лет вперед она и проработала 760 и прицом кричат без единого обслуживания потому что пломба гарантийные не надо позади клиент спросить на гарантии еще срывая сейчас перед ней и наша задача будет конечно же друзья в качестве ну я даже больше в качестве наверное просто испытания судьбы и контента все-таки сделать ей небольшой попробовать вдохнуть вторую жизнь вдруг она какое-то еще времечко поработает но по факту это замена видеокарт потому что на наши проверочные здесь тоже кстати аниме я не знаю просто мир превращается в как как-то все объяснить на черканите а знаете давайте наберем так напишите кто-нибудь то что сколько нас анимешников и пролайкайте я просто хочу посмотреть сколько нас любители аниме смотрят это удивительно и смотри оп и все вот четыре винтика стоило открутить и мы добрались до восьмилетний термопаста друзья который еще никто не менял вот так то все здесь выглядит забавно что достаточно криво винт стоит завода вот тут прям под под наклоном под бачком бэк плейт держал вычищаем и давайте попробуем дать ей минимально но вторую жизнь вдруг еще проработать ну либо умрет одну из двух а а а и и Остается 10 минут до конца рабочего дня, да вообще всего процесса официально. Ну, мы еще задержимся тут на нереальное количество времени, и знаете, в чем боль всей ситуации? В том, что все прекрасно работает. Человек что-то тормозит, вылетает, а здесь все прекрасно работает, нареканий ноль. Вся команда уже поиграла в Fallout, прошли чуть ли не игру, и толку ноль. Ничего не зависает, ничего не работает, но если мы делаем просто какие-то, знаете, я верю всегда людям, то что если проблема есть, то она есть и никуда не девается. Соответственно, какие тут вещи можно сделать вот так вслепую? Явные косяки. Одноканал, такие моменты бывают, особенно если мы говорим про современные системы, современные игрушки, которые очень требовательны до пропускной способности памяти. Микрофрезы можно спокойно ловить из одноканала, это факт. То есть тут по-хорошему, просто сделаем двухканал, посмотрим, что у нас под зонарочком биосов, максимум его перепрошьем и отдавать человеку дальше, тестировать. Таких аппаратов, к сожалению, достаточно много бывает. Он красивый, интересный, но историю никакой толком не получается, потому что все работает. Но история у нас получается вот с чем. С 2013 годом, спустя 8 лет и после инфракрасной станции, делайте ваши ставки, господа. Выйдем ли мы в биос без артефактов? Не факт. Давайте посмотрим, друзья. Но мы искренне верим, потому что душа была вложена. Давай посмотрим. Вот своего рода диагностика. Подключаем, 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 подключаем. PCI-Express 6 пин раз, PCI-Express 6 пин два. Это в сумме в 12 пин. Врубаем. Чем мы сегодня занимались? Мы сегодня занимались некрофилией. Гриллиш 760. Давай, дружише. Да я уже увидел, все, экран загорелся. Ну-ка, в биос мы увидим. А как ты увидел, что ты без артефактов? Белый экран, артефактов ноль. Здрасте, на ремонтик? Здрасте, Александр. А, вон туда вам. Залетайте. Дальше. У тебя хороший день был? Конец дня не очень. У нас тоже конец дня не очень, но очень у этого системника. То есть, ну хотя бы у нас в биосе нет артефактов. Дальше проверять, крутить. Соответственно, может еще поживет, может не поживет. Но здесь стало однозначно лучше. Единственное, что, конечно, целесообразно здесь полностью замена. Ни в коем случае. То есть, в таком состоянии, на самом деле, видеокарта может поработать еще годами. А может и завтра приказать. Поэтому это ни в коем случае не ремонт. Но в качестве альтернативы, чтобы немножко пережить, возможно, и сработает. Так мы вам советуем еще денечек пережить, чтобы завтра увидеть новое видео. Компьютерной мастерской под названием Happy PC. Где несколько потных мужиков в безусловной жаре крутят компьютерное железо. Настоящий киберпанк современности. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. И, знаете, просто отправить немножко своей энергии нам. А мы взамен ответим тем же. Спасибо, что посмотрели. Увидимся завтра в новых каких-нибудь компьютерных историях. Пока-пока.